Здравствуйте! А теперь обзор происшествия города и округа за выходные и за минувшие сутки. В Салихарскую больницу в эти выходные привезли молодого человека с огнестрельным ранением в голову. Как видно на съемке, молодые люди дурачились и фотографировались с ружьем. Заряженным. Есть информация о том, что они были нетрезвые. Выстрел произошел случайно. По последним данным, пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка. Будут установлены все детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью. С подозреваемого взяли подписку о невыезде. В ночь 25 на 26 августа на трассе под Ноябрьском легковушка врезалась в эвакуатор. А все потому, что водитель авто не выбрал безопасную скорость для движения. В результате автомобили получили механические повреждения. На место происшествия выезжала бригада скорой помощи. Незадолго до этого, напомню, на этой же дороге случился похожий инцидент. Так, 24 августа водитель ВАЗ-2112 не выдержал безопасную дистанцию и догнал второе отечественное авто. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Виновника аварии с места ДТП доставили в приемное отделение Ноябрьской больницы. Ему назначено амбулаторное лечение. 17-летнего ямальца осудят за незаконное хранение наркотиков без цели продажи в крупном размере. По данным следствия, вечером 13 июня в Салихарде молодой человек приобрел дозу, достав из специально сделанных тайников закладок. В этот же вечер наркомана остановили сотрудники полиции. Запрещенное вещество нашли во время досмотра. Подозреваемый вину признал и сотрудничал со следствием. Его уголовное дело направлено в суд. В Ноябрьске расследуют дело о краже денег с банковской карты. Полицейские установили, что на телефон заявителя позвонил неизвестный мужчина. Он представился трейдером одной из компаний и предложил играть на бирже. Согласившись, потерпевший зарегистрировался на сайте фирмы и внес первоначальный платеж в сумме 10 тысяч рублей на счет, который продиктовал незнакомец. А потом на протяжении нескольких дней ноябрянин обучался игре на бирже и вносил денежные средства, сообщив при этом данные банковской карты и коды, поступившие на телефон в виде СМС-сообщений. В итоге с банковской карты несостоявшегося биржевого игрока списали более 200 тысяч рублей. Напомню, похожий случай в середине августа произошел в нашем городе. Тогда житель Нового Уренгоя отдал мошенникам более 3 миллионов рублей, потому что тоже хотел заработать на бирже. И еще одно уголовное дело о мошенничестве расследуется в Салихарде. 16 августа в дежурную часть этого города поступило заявление от местной жительницы. А в нем написано, неизвестные незаконно присвоили больше 84 тысяч рублей. Как выяснилось, 9 августа на сотовый телефон 76-летней женщины позвонил незнакомый мужчина. Он рассказал, что пенсионерка заказывала лекарственные препараты, которые признаны опасными для жизни. Ей положена компенсация материального и морального вреда от действий продавцов. Но для этого, чтобы получить выплату, надо заплатить налог. Поддавшись на уговоры, за несколько раз потерпевшая перевела мошенникам немалую сумму. Жителя Надыма разыскивает полиция и поисковый отряд «Лиза Алерт». На связь 5 августа не выходит Денис Володин, 1984 года рождения. Особые приметы мужчины. Широкий шрам на голове возле темени. Широкий шрам на левой руке. Приметы. Рост 160-165 сантиметров. Телосложение среднее. Волосы черные и короткие. Глаза карие. Был одет в черную куртку, серую футболку с длинными рукавами и надписью «Адидас». Бежевые штаны, белые кроссовки. Если вам станет известно о местонахождении разыскиваемого, сообщите об этом по телефону, который видите на экране. Салихарца судили за угон автомобиля без цели хищения. В колонию строгого режима угонщик отправится на 2 года и 3 месяца. Все случилось весной. 6 мая в отдел МВД окружной столицы обратился мужчина. Он заявил, неизвестный завладел служебным автомобилем, который принадлежит администрации города. Полиция нашла ранее судимого 23-летнего молодого человека. Он признался, что уехал на чужой машине просто потому, что не хотел идти на работу пешком. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова